Я поднимала штаны, и у меня просто нету куска мяса. Ранним майским утром Николь Стрюкова шла к врачу, чтобы проверить свои тромбоциты, эритроциты и гемоглобин. Когда девушка проходила мимо супермаркета в микрорайоне Радужном, на нее набросились уличные собаки. Я никак их не задевала, никак не провоцировала. Когда на меня напала собака, я не сразу поняла это. И первая реакция была, это просто я стояла на месте, как вкопанная, и начала кричать. Потом у меня был пакет, в котором было только направление, вот что я пошла сдавать кровь в 7.20. И я симпатичетом отмахивалась от собак, я даже вспоминать об этом боюсь. Отбившись от четвероногих, девушка продолжила свой путь в поликлинику. Зайдя в кабинет, Николь попросила медсестру обработать рану. Но подняв гачу на джинсах, пришла в ужас от увиденного. По словам девушки, у нее не было куска мяса. Моя первая реакция была истерика. Я очень сильно плакала. Мне медсестра вызвала скорую помощь. Скорая помощь приехала, отвезли меня в трампунг к Наджамбулу. В трампунг все меня обработали рану и забинтовали. Сказали, что укусывать собаку нельзя никак и заживать. Медики из трампунга направили девушку в больницу, чтобы ей сделали операцию. Физическому здоровью Николь уже ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей. Сейчас иркутянка пытается справиться с психологическим давлением со стороны зоозащитников. Знакомая Николь после инцидента с бездомными псами написала о случившемся в разные чаты и группы Иркутска. Как поясняет пострадавшая с целью того, чтобы предать ситуацию огласке и предупредить жителей Радужного. Так как в округе много детских садов и школ. Но на стороне девушки оказались далеко не все. Не вызывает подозрения, что при такой глубокой рваной ране слишком белые носочки. Очень аккуратные собачки, даже следов от зубов нет. Мы с оператором съездили в Радужный, чтобы поговорить с местными жителями, приходится ли им нервно гулять по району. Здесь это постоянная проблема, здесь они прям толпами бегают. И это причем от троллейбусного депо, их там подкармливают. И они там ошиваются, они кидаются там на остановке, возле слады, возле помойки они шастают. То есть здесь это как привычное явление. Есть собаки, но я вижу, как дети, во-первых, с ними играют и радуются, во-вторых, как они их обижают. Ну, там как раз они у нас. Дети собак? Дети собак обижают сами. Здесь их очень много. Там, где стройки, там гладячие собаки. И это все ложь, говорят, что кто-то бросает их, там люди. Это все разводят строители для охраны своих объектов, потом объект кончается, и они их бросают. Мы собак боимся, их много очень здесь. Как можно бороться с ними, на ваш взгляд? Ну, они, в принципе, я бы не сказала, что вот сейчас вот они как бы не агрессивны. Случай с Николь лишь одна печальная иллюстрация общей ситуации с бездомными собаками в Иркутске и области. 10 мая 2023 года в Уссуле-Сибирском бродячие собаки насмерть загрызли 63-летнего мужчину. В редакцию «Сливы» подписчики тоже присылают видео с бесхозными стаями. 16 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными. То есть решать, как поступить за бродячими собаками будут местные власти, в том числе и усыплять. Мэр Бодайбоя Евгений Юмашев еще в январе на совете Заксобрания выступил с предложением убивать бесхозных животных. Нужно собаку уничтожать. Других вариантов нет. Когда, где, мы, на каком этапе стали ставить жизнь человека ниже жизни собаки. Что думает администрация Иркутска по поводу нововведения? Естественно, не будет повальной эвтаназии. Этого не будет никогда. Здесь необходимо дать возможность собаке, которая попала в оклов, которая является бесхозяйной собакой, все-таки найти хозяина себе. Необходимо, чтобы все-таки владельцы, которые заводят себе собак, тоже стерилизовали собак, так как домашние собаки также нежелаемые потомства приносят. И это потомство у нас потом остается на улицах города Иркутска. По словам Александра Бехтоль, с начала года в Иркутске выловили 400 бродячих собак. Большую часть из них после стерилизации и чипирования вернули обратно на улицу. Лишь 5% немотивированно-агрессивных животных остаются в приюте. Всего в 2023 году власти запланировали отловить 1262 бездомных животных. Из бюджета выделено почти 8 миллионов рублей. Но уже сейчас ясно, что этих денег не хватит, так как рыночная стоимость всех мероприятий выше, чем на это заложено денег. Пояснила чиновница. Пока вопрос, что делать с уличными собаками, остается открытым. Но вот владельцев домашних животных за неправильное содержание ждут серьезные штрафы. Госдума вела закон за укусы и за выброшенных питомцев. Возможно, эта инициатива приведет к более ответственному отношению к животным.